Доброе утро, уважаемые коллеги! Большое спасибо за приглашение выступить с волнующей меня темой развития глобальной инфраструктуры. И я надеюсь, что сегодняшняя наша дискуссия откроет для всех участников, в том числе и для меня, какие-то новые перспективы развития этого направления научной мысли. Насколько мы все знаем, что кризисные явления фундаментальной экономической теории показали, что в результате мирового финансового кризиса, к сожалению, монетарная теория, подкрепленная кенсианскими программами, перестали отвечать в полной мере запросам экономики. Мы с вами наблюдаем отставание экономической теории от развития физики и других естественных наук, которые ранее шли бок о бок и позволяли максимально увеличить эффект от развития базовой науки всех отраслей. И сейчас мы с вами наблюдаем, что экономика застряла в эпохе теории относительности, а все другие технологии уже перешли далеко в эру ядерного взрыва и теории струн. В мире вектор смещается от проведения монетарной политики к инвестиционно-структурной, а в полной мере в нашей стране этого пока еще не произошло. Но если мы более внимательно посмотрим, что происходит в мире, то прежде всего это политика реиндустриализации, которая реализуется в крупных промышленных странах, прежде всего в Соединенных Штатах. Если вы заметите, то сланцевая революция на сегодняшний день привела к тому, что удешевление сырьевых ресурсов и некие стимулирующие меры правительства США стимулировали переход ряда крупных компаний со своими производствами из европейской части и азиатской, вернулись в Соединенные Штаты. Характерным примером здесь является компания БАСФ. Все наши теоретические представления о том, что США против, чтобы некие химические производства были размещены на их территории, что они экспортируют вредные конвейеры в другие страны, что они стараются, чтобы эти технологии не присутствовали на территории Соединенных Штатов, процветающих, хороших, что они поддерживают только финансово-экономический блок и торгуют акциями и долларами. Вот здесь мы с вами видим, что тенденция смещается. Не все наши монополисты согласны с таким развитием событий. Ну, например, вы можете прочитать очень много трудов российских экономистов о том, что сланцевый газ не является перспективным для добычи, что технологии вредны, что они приводят к глубоким потерям для среды и экологии. Но на самом деле дискуссии, опять же, с рядом крупных компаний, например, у меня такая беседа состоялась с руководителем компании «Флюксис», это европейский «Газпром», фактически, который три года назад отправился в Музамбик добывать сланцевый газ. И этот господин Паскаль де Бак еще в 2013 году делился со мной печалями и говорил, что он вынужден двинуться в эту сторону, что они выбрали Музамбик, потому что там проще всего добывать, им кажется, что лучше. Но что он не верит в эти проекты, что он больше верит в разработки «Газпрома», который говорит, что ничего хорошего не будет. Но выяснилось, что в 2015 году половину прибыли чистой полученным «Флюксисом» было получено не от газификации всей Европы, Германии, Бельгии, Люксембурга и Нидерландов, а от добычи сланцевого газа. И уже выступая на очередной конференции, Паскаль рассказывал о том, что это был прекрасный проект, что они изначально в него не верили, но на сегодняшний момент технологии позволяют решить все проблемы. То есть, если поставлена цель, то ученые сумеют это сделать. Что еще у нас наблюдается с точки зрения важного для развития глобальной инфраструктуры? Это, конечно, плавный переход от теории потребления к теории улучшения качества жизни. То есть, во всех странах на сегодняшний момент тот шипоголизм, который присутствовал, покупайте больше, не одну пару ботинок, а 125 пар ботинок, не одну майку, а еще одну майку, черные пятницы для каждого человека. Оно сейчас уходит в здоровое питание, в инвестиции, в образование, и в путешествия, в качество жизни. Что вам не нужно 10 маек, а лучше съездите и посмотрите что-то в музеи, картины, я не знаю, исторические какие-то места. И что эмоциональный фон и развитие технологий позволяет человеку ощущать себя свободным, не обремененным вещами и свободно движущимся по жизни. Кроме того, мы наблюдаем, что происходит коммуникативная революция и роботизация. Чем это всем нам грозит? Тем, что коммуникативная революция привела к скачкообразному росту производительности труда, который на сегодняшний момент во многих моделях эконометрики, которые, кстати, вы изучаете сейчас здесь, они не учтены. Те задачи, которые поставлены по росту производительности труда, в том числе и в наших стратегических документах в стране, как показывает детальный анализ, они не могут быть достигнуты, потому что во всем мире уже революция произошла, производительность труда резко возросла. и нас это не полностью захватило, но дальнейшего роста в производительности труда за счет новых технологий уже в мире происходить не будет. Уже это плавный рост скачкообразного такого движения за счет информатизации происходить, ну как бы не ожидается. И роботизация этого освобождения рабочих мест, сокращение общего времени труда работников, переход, например, на трех- или четырехдневную рабочую неделю, которая высвобождает достаточно много свободного времени у населения и требует разработки специальных программ для культурного развития, эмоционального общения, то есть фактически высвобождения свободного времени. То есть если все население Земли будет работать три-четыре часа в день, то значит все остальное время нужно чем-то занимать, и к этому человечество в разных странах пока не готово. Вернемся теперь к транспорту. Почему мы обсуждаем как глобальную инфраструктуру транспорт? Ну прежде всего это отрасль, которая вне зависимости от политической ситуации, исторических происходящих событий, она все равно будет двигаться. То есть грузы и пассажиры в ходе войны, без хода войны, что будет, все равно они будут перемещаться. А вы мне скажете, а вот, например, связь, или, например, энергетика. Да, энергетика и связь – это тоже трансграничные отрасли, они инфраструктурные, но они не столь очевидно инфраструктурно-трансграничны. Ну, связь не заставляет вас перемещаться с одной территории на другую. Это не требуется для человека, который использует инфраструктуру связи. И ровная энергетика. Вы можете торговать энергоносителем, можете закупать. То есть идут провода, фактически, там участие как такового движения человека и элемента груза, то есть это инфраструктура, не требующая непосредственного участия большого количества людей в организации ее работы. То есть фактически линия связи – это почти то же самое, что автомобильная дорога, она непосредственно не занимает достаточно много людей в ее обслуживании. А вот железная дорога, авиационный транспорт, морской транспорт – он требует присутствия людей на самой инфраструктуре. Что мы с вами видим в развитии транспорта? Прежде всего, в 50-е годы произошел скачетный скачок развития глобального транспорта, связанный с развитием туризма. То есть если до Второй мировой туризм был неким элитным видом, которым могли воспользоваться лишь всего некоторые люди, то на сегодняшний момент это массовый вид. То есть каждый из нас так или иначе был туристом, в том числе перемещался за рубеж. Все наши знакомые это делали. То есть на сегодняшний момент транспорт, он, когда мы говорим о пассажирах и дальнемагистральных перевозках, это в основном туристы. Даже не бизнес, а туристы. И многие авиакомпании сейчас отказываются от премиального сегмента в своих самолетах только потому, что уже не находится достаточное количество бизнесменов, желающих оплатить этот лакшери-сегмент услуг и пользуются массовым вариантом. То есть растет количество лоукостеров, которые вам предоставляют услуги. И что наблюдается, мы с вами видим, например, какой-нибудь Ryanair осуществляет полеты внутри ЕС за 20, 15 и 11 евро в один конец. То есть это уже дешевле, чем какой-либо автобус, который промчит вас от Брюсселя до Парижа. Железная дорога вас доставит за час, но за 50 евро. А самолет, но вам нужно еще добраться до аэропорта, сумеет это сделать за 15 евро, и вы будете просто обласканы персоналом авиакомпаний. Причем они будут конкурировать за каждого пассажира, который за 15-20 евро пришел к ним в аэропорт. Это достигается тоже благодаря во многом коммуникативной информационной революции и роботизации. В какую сторону развивалось и развивается развитие глобальной инфраструктуры в мире? В 2002 году еврокомиссар Лойла де Паласо опубликовала некий доклад еврокомиссии о создании трансевропейской транспортной сети. Что в этом эпохального? В том, что Европа наш транспортный партнер самый большой. Порядка 48% международных рейсов российских авиакомпаний осуществляется в ЕС. Российские авиакомпании работают через европейские хабы и аэропорты. И вся наземная инфраструктура, конечно, у нас с вами концептуально привязана к европейской части. Что бы мы ни говорили, разворачивая вектор на Китай, что бы мы ни говорили про Дальний Восток, если вы посмотрите по объему грузов и пассажиров, которые движутся в направлении Дальнего Востока, Монголии, Китая, то это будет 5-7% от грузооборота и 6-7% от пассажирооборота. Но мы будем работать по увеличению этого числа. Почему я беру, то есть я обосновала, почему я беру для примера Европейский Союз, потому что на некой системе взаимодействия этих 28 стран, ну не будем говорить, сколько их сейчас, вроде бы как 29, пока не вышла Великобритания, но Brexit влияет на эти процессы. Формально мы можем посмотреть, каким образом создана некая модель транспорта глобального и как это влияет на нас, на Соединенные Штаты, на ОТЭС, и что делают каждый из партнеров глобального рынка транспортного для того, чтобы включиться или использовать эти достижения. Но прежде всего, как идея и тренд, в январе 2014 года начала работу так называемое агентство ЕС по развитию инфраструктуры. Оно находится в рамках и в формате гендиректората по транспорту. Почему именно там? Все деньги ЕС, отдаваемые на инфраструктуру на сегодняшний момент, для достижения максимальной синергии расходуют транспортники. То есть связь и энергетика фактически тоже в руках стратегов транспорта, потому что именно создание транспортно-энергетических коридоров с участием информационных систем является определяющим в мире и снижающим себестоимость перевозки. Кроме того, обращаю ваше внимание, если вы на лекциях ранее этого не слышали, что создается единая модель работы и правил для морских и сухопутных коридоров. Поскольку 80% внешнеторговых грузов на сегодняшний момент в мире перевозятся морским транспортом, то необходимо для точечной догрузки создать те коридоры, которые сухопутным транспортом доставят наш искомый груз до конечного потребителя. Какие у нас порты в России работают в рамках этой системы? У нас из глубоководных портов два – это Владивосток и Мурманск. Ни к тому, ни к другому у нас нет фактически наземной инфраструктуры. То есть Транссиб, как Владивосток и транспортное плечо, которое РЖД предлагает, Транссиб за 7 суток – это хорошая версия, но недостаточно, скажем так, обладающая объемами для перевозки. Транссиб загружен. Есть, конечно, БАМ, который встает на помощь Транссибу, но это уже не совсем как бы Владивосток и не совсем прямая перевозка. Скорее, это ориентированная на Китай и Монголию магистраль. Что касается Мурманского транспортного узла или там сопряженный с ним Архангельск, который практически не порт, то туда инфраструктуры пока что нет. Если мы возьмем Санкт-Петербургский порт, который должен был в первую очередь прийти, как основные наши ворота по приему внешнеторговых грузов, то это порт Фидерный. То есть мы не говорим, что он по колену, но все-таки это траншипмент из крупных портов. Почему я заостряю на этом внимание, что каждый, кто побывал в крупном порту европейском, не берем даже азиатский, там Пусан, ровно как и, например, Антвербан. То вы заметите, что технология на сегодняшний момент позволяет перегружать контейнер с сухогруза, например, 16-тысячника, за 20 секунд. То есть фактически ваш кран опускается на сухогруз, за 20 секунд он должен опознать контейнер по электронной метке, зацепить его, расцепить от крепежа, поднять, переместить на другое транспортное средство и прицепить туда, и транспортное средство должно убыть. Таким образом, 20 секунд – это такое амбициозное время для применения транспортной технологии, чтобы не было никаких ошибок. В портах азиатских работа в основном ведется по разгрузке на автомобильных линиях. То есть у вас автомобиль со скоростью 70 км в час грузовой движется по некой спирали, и на него набрасывают контейнеры, и он уезжает. Если мы возьмем европейские порты, они сейчас делают ставку на железнодорожные перевозки, и поэтому параллельно движется автомобильная линейка и поезд, и на него набрасывают. В общем-то, у нас найти на сегодняшний момент такую технологию достаточно сложно, но это будет необходимо, если мы хотим развивать наши морские магистрали и решать задачу, например, амбициозную по развитию Севморпути и арктическому судоходству, которые вы все слышали, задача поставлена, и у вас есть возможность поехать туда по комсомольской путевке и поддержать развитие Арктики. Поэтому очень важно на сегодняшний момент, над чем работает Европа и США, это состыковать морские коридоры и технологии с теми наземными коридорами, которые существуют. Это сложная задача, потому что, насколько вы знаете, грузовой железнодорожный транспорт не движется по расписанию. Знаете об этом? Что формирование грузовых поездов, оно осуществляется по мере прибытия груза и никак не может быть поставлено в расписание, как линейное судоходство. А вот если сделать линейное судоходство по тому же расписанию, что и поезда, а поезда по тому же расписанию, что и судоходство, тогда это все и задвижется в совершенно другом формате. И для того, чтобы так получилось, ЕСовские политики, они придумали, что коридоры ТНТ должны иметь каждый своего, это мультимодальные коридоры, должны иметь руководителя каждого коридора, единое расписание движения, которое сводится далее в расписание движения по всей территории ЕС. Дальше это расписание распространяется на сопредельные страны, политика соседств и странные соседи, и таким образом все едет вокруг нас хорошо и по расписанию. Самое главное, что кроме расписания движения и возможности поставить туда свой контейнер каждому из потребителей, имеющего, грузовладельцу, имеющего этот груз, есть еще возможность сквозного тарифа и формирования этого сквозного тарифа. Если у вас есть возможность сравнить автомобильную перевозку, ну то есть для аналогии я вам приведу пример с покупкой авиабилета. Когда вы заходите в некую систему бронирования, вам практически все равно, что там за авиакомпания, где у вас будет стыковка. И вы говорите, хочу билет из Владивостока в Хабаровск, а потом в Минск. И вам говорят, вот есть 150 вариантов, сейчас вот система ищет вам, сколько стыковок, сколько пересадок, в какой цене, пересадки не больше трех, не больше двух, не больше восьми часов. И вы говорите, вот так или так или так, и вам это компонуют. Вот ровно так же сейчас создается общая мировая некая система движения грузов ровно на этих принципах. И каждый грузовладелец может в онлайне выбрать свои возможности, свои желания по скорости доставки груза, направлению его движения и так далее. Что еще здесь важно отметить? Наверняка вы помните поездку Владимира Владимировича Путина на саммит Большой Двадцатки в город Брисбен, в Австралию, где он с Куалой вместе фотографировался, а потом рассказал, что Российская Федерация присоединилась к меморандуму по созданию глобального инфраструктурного хаба, который будет формировать развитие глобальной инфраструктуры. А потом случился следующий саммит Большой Двадцатки уже в Китае, где лидеры стран уже ничего не подписывали. От Российской Федерации некий меморандум подписал глава Центробанка госпожа Набиулина, где все сказали, что будут в рамках этого глобального инфраструктурного хаба и дальше развивать проекты. В ЕС роль глобального инфраструктурного хаба One Stop Shop, так называемый, одно окно, играет Европейский инвестиционный банк. Что мы еще должны увидеть? Что сейчас все страны к этой системе ЕС, поскольку они являются лидерами по формированию этих коридоров, так или иначе, международная организация ОСЖД присоединилась и подписала меморандум. И в рамках ТТИП, который так еще и не состоялся пока, США присоединилась к этим коридорам. Значит, для чего я вам это говорю и в чем тут суть? В том, что есть проблема круглого оборота контейнеров, которые те, кто не занят транспортных технологиях, не очень осознают, в чем тут главная суть. В том, что если у вас контейнер движется заполненным только в одну сторону, то перевозка стоит в два раза дороже, когда вы оплачиваете обратный прогон. Постопорожный пробег – это главная проблема вообще доставки грузов в мире. Потому что есть центры формирования грузовой базы, и есть центры ее потребления. Как только вы найдете, каким образом сделать круглого оборот контейнеров, вы будете миллионерами. Вот ряд стран считают, что они нашли. И самое главное, что этим путем удается преодолеть так называемые проблемы развития инфраструктуры и их параметров. Но все мы знаем, что в мире существует 8 типов железнодорожной колеи и размеров. На сегодняшний момент это не является препятствием. Есть раздвижные колесные пары, есть специальные терминалы, есть возможность изменения переменного и постоянного тока локомотивов. То есть сейчас тот, кто говорит, что что-либо сдерживает нас в развитии перевозок из-за ограничений параметров инфраструктуры и тех регламентов, то это неправда. Это уже решенные задачи. Те, кто это говорит, они просто не знают технических возможностей. Опять же, решения были найдены на территории ЕС. Почему? Потому что 28 стран имеют все эти типы инфраструктуры. И сейчас беспрепятственно движутся все железнодорожные составы, и проблем никаких не возникает. Очень важным моментом является то, что весь мир изучает возможности использования беспилотных транспортных средств для присоединения к этой системе. В ЕС по плану законодательства и технологической базы присоединения беспилотников к доставке грузов запланирована на 28-й год. В 2018 году будет утверждена директива. Это закон, позволяющий использовать беспилотные транспортные средства для доставки грузов пассажиров пока нет, а для доставки грузов – да. И дальше все за 10 лет в ходе транзитивного периода доработают необходимую нормативную базу на территории этих стран. И, собственно говоря, беспилотники станут частью транспортной системы. Почему этому такое большое внимание? Сейчас мы наблюдаем с вами некий прорыв в развитии транспортных систем вообще. Это очень интересный момент, потому что где-то порядка 120 лет уже не было аналогичных ситуаций. Многие компании скрывают то, что они сумели разработать. Например, в 1988 году мы с вами видели, что Соединенные Штаты разработали машину, работающую на воде. Был сделан серийный образец. Он прошел успешные испытания, но после этого General Motors, приняв решение не менять свои конвейеры, что потребители так хорошо все покупают, отказались от реализации этого проекта. Поэтому наверняка сейчас есть очень много прорывных решений, лежащих в сейфах мировых лидеров как автопрома, так и авиапрома. Проскальзывают некоторые идеи. Например, автомобиль на солнечной батарее на крыше, видели вы, наверное. Но это скорее такие футуристические проекты, которые вбрасываются в публику только для того, чтобы публика видела, что компания инновационная и хорошо развивается. Здесь хочу обратить ваше внимание на картинки. Я специально сфотографировала вам некую вырезку из газеты и продлила фломастером, как мне кажется, как будут двигаться грузы. Это китайский вид и видение тех коридоров, которые называются новый экономический шелковый путь. Вы наверняка опять же в нашей прессе, не только в нашей прессе, а в устах всех наших лидеров и лидеров Китая слышали про то, что есть этот новый экономический шелковый путь. Заезд в Москву, как мне кажется, как транспортнику. Здесь не видится мне очень перспективным и эффективным, и что он будет осуществлен. Но вот как-то вот этот загиб, он мне кажется эффективным. Синий путь – это то, что морем Китай движется по новому пути к Европе. Создаются коридоры через Грецию и Италию. А дальше кругооборот по суше. Мы с вами видим, как он замыкается к основным промышленным районам Китая. Не хватает одной маленькой железной дороги, примыкающей справа. И будет построена вот эта железнодорожная ветка, которая соединяет Стамбул и Роттердам. Ветка по формированию движения Стамбул и Роттердам уже фактически завершена. Если вы видели, теперь может уже поезд грузовой и железнодорожная двигаться от в Великобритании до Стамбула фактически прямо. Туннели все построены, движение открыто. На Украину осуществлены проводки контейнерных поездов из Китая. Пока они едут не быстро. Скорость движения сдерживается разного рода бюрократическими процедурами. Она не зависит от работы именно технологии транспорта. Но здесь, видимо, Китай решит свои проблемы, потому что Украина является таким перспективным коридором для движения китайского груза в Европу. Таким образом, мы с вами видим, что на сегодняшний момент развитие планов по формированию глобальной инфраструктуры, по крайней мере, транспортировки грузов направления Европа-Азия, оно нас затрагивает, но затрагивает не напрямую. Назовем это так. Зачем создан этот глобальный инфраструктурный хаб? Здесь мы видим подоплеку и попытку изоляции России от ключевых инфраструктурных коридоров. За счет того, что оказывается непосредственное влияние на центры формирования грузовой базы, проводится коррекция конкурентоспособности каждой страны производителя и фактически формируется некая базовая цена сырья для стран-производителей. Но мы не будем пессимистами. Что мы можем сделать? Ну, по крайней мере, какие проекты есть на территории России для того, чтобы мы могли их реализовывать? Но я не буду глубоко внедряться в развитие Северного морского пути, наверняка вы про это слышали. А вот про создание Большого европейского водного кольца наверняка слышали не все. Слышали? Не обсуждали? В 2004 году было подписано некое европейское соглашение о создании Большого европейского водного кольца. Почему я его выбрала как проект? Потому что он непосредственно затрагивает развитие в том числе и Татарстана, и Поволжья. В чем особенность этого проекта? В том, что создается единая водная система, как по габаритам, так и по флоту, которая осуществляет движение грузов и пассажиров по кольцу. В чем плюс этого проекта? В том, что сейчас соединился Дунай и Рейн, то есть в 2004 году, когда подписывалось соглашение, это еще было далеко от совершенства. И нельзя было сделать единую глубоководную систему ЕС, которая позволяла бы всем присоединиться к этому проекту. На сегодняшний момент препятствий со стороны Европейского Союза нет. У них единая глубоководная система. В рамках развития транспортных коридоров создана так называемая River Information System, а именно система управления движением внутреннего водного транспорта, которая в онлайн-режиме позволяет записаться на шлюзование, рассчитать тарифы, все документы предоставить в электронном виде. Самое главное, есть габариты всех гидротехнических сооружений, позволяющих осуществлять движение этого транспорта. То есть вопросов никаких нет. затык есть только в нашей части, и он связан с тем, прежде всего, что это вопрос безопасности, что вопрос интернационализации российской транспортной системы очень чувствителен. Действительно, есть много вопросов к тому, как это будет реализовано. Прежде всего, угрозы здесь представляет нам Китай как партнер. Вы наверняка слушали все лекции по внешней торговле, и знаете, что транспортную составляющую в цене товара ни один производитель не отдаст другой стране. Поэтому, если вы сами ничего не производите, то фактически никто ваш транспорт поддерживать не будет. Единственная возможность занять транспортников своей страны, когда нет национального производства, это ввести некие ограничивающие меры, которые не позволят транспортникам других стран работать на территории этого государства. Хороший пример. У нас с вами в 2010 году наконец-то открылись глаза, и мы увидели, что в автомобильных международных перевозках 48% занимают турецкие компании. Поднялся жильчайший шум и крик. Как же так? У нас помидоры к нам везут турки, а где же наши транспортные компании, работающие в каждом городе, они есть, почему они не едут? У нас должен быть как минимум паритет с каждой страной, откуда едут помидоры. После этого был принят ряд мер, в том числе Минтрансам, о том, что если компания зарегистрирована Российской Федерацией, значит она получит свои разрешения, есть транзитные разрешения, система заработала, но в результате что сделали турки? Не сделали ничего другого, как открыли филиалы своих компаний на территории Российской Федерации и стали ехать с тем же успехом. и уже крики скажем так профсоюзов автомобилистов, которые хотят вести, они как бы ничем не аргументированы. Все говорят, ну как же, это же компания, ну и что с чужим капиталом? Но компании работают, платят налоги Российской Федерации, почему вы не хотите их пустить на рынок? Так что вопрос непростой. вторая большая угроза, ну то есть фактически, если вы знаете, что все логистические центры мира, работающие с китайским грузом, они, конечно, принадлежат китайцам. Тут уже с этим ничего не поделать, основные мощности логистики в Германии, в Голландии, в Италии и во Франции принадлежат китайцам. Наверное, исключение представляет только Бельгия, которые не пускают китайцев, пользуясь тем, что у них очень высокие налоги на труд и условия труда, вот, например, порт Гент речной, я пытаюсь вам приводить примеры, которые имеют некие аналогии с тем опытом, который у вас есть, речной порт Гент, у них достаточно большой грузооборот, порядка 15 миллионов тонн в год, это крупный порт, там была всего одна компания рисковая с китайцами, это Вальво, которая вынуждена стала китайцами, то есть поскольку компания была приобретена китайским инвесторам, то вытеснить его с территории порта никак не получалось, и им понадобилось три года, только для того, чтобы суметь наладить работу терминала и складских помещений в тех параметрах, которые отвечают требованиям бельгийского законодательства. Вторая угроза это, конечно, проведение разведывательных операций иностранными спецслужбами. Здесь есть два момента, которые не дают развиваться транспортным технологиям в том виде на территории России, в каком привыкли во всем мире. Мы с вами перевозим некие грузы, но не вагоны и не контейнеры. То есть, как только вы ставите метку и отмечаете контейнеры определенным сигналом, подающим через спутник отзыв в систему движения груза, который грузовладелец может отследить. Для чего это делается для того, чтобы снизить затраты на страхование, на охрану груза и так далее, обеспечить максимально комфортную стыковку и перегрузку. Как только вы приделываете эту метку, то те вагоны, которые без метки, становятся объектом пристального внимания спецслужб, и они верят, что вы везете либо военный груз, либо еще какой-то груз, и пытаются провести разного рода действия в отношении этого груза. Поэтому ложные метки, конечно, можно создавать, можно пытаться изменить всю эту систему движения, но разведывательные операции никто не отменял. Разведки всех стран используют транспортные системы для того, чтобы внедриться. Например, под любым сухогрузом, движущимся по Севморпути в Арктике, может пройти чужеродная подводная лодка, идентифицировать ее и заполинговать нельзя, то есть если капитан гражданского судна знает, что под ним идет лодка и находится на связи с ее капитаном, то практически никто не сможет идентифицировать, что враг у вас под самым носом и что он вошел. Именно эта причина не позволяет сделать Севморпуть на сегодняшний день международным транспортным коридором. То есть пустить иностранцев в эту стратегическую зону Российской Федерации пока не представляется возможным. Дальше наверное один из самых серьезных рисков это возможные кибератаки на транспорт. Существует очень много международных рабочих групп, которые на сегодняшний день борются с кибератаками. Они проводят заседания, они ищут пути, поскольку сейчас все виды транспорта напрямую связаны с некими картами, электронными системами, системами спутников и навигации, то вмешательство внешне в эти системы может привести к очень тяжелым последствиям. например, все мы помним, как исчез в 2014 году малайзийский Boeing в Бермудском треугольнике. Он так и не найден. Эксперты на сегодняшний день склоняются, что это была проведена некая атака, которая проверила, может ли самолет путем внешнего внедрения в эту систему управления быть перенаправлен в другое место, так что не будет видно по записям радаров, то есть выбирается место, радары не видят, в тот момент нет общего покрытия, систему управления воздушным движением вы можете перенаправить и утопить, никто его никогда не найдет, по крайней мере на сегодняшний день за практически два года с момента его исчезновения никаких следов, есть только предположения, такого рода атака может быть проведена на любой объект, транспортной инфраструктуры и на любое транспортное средство, то есть фактически вы можете лететь в самолете, преступники даже не должны будут заходить на борт воздушного судна и случится трагедия равная трагедии 11 сентября, потому что это можно сделать уже путем вмешательства извне, то есть террорист на борту он уже не нужен, таким образом система транспортной безопасности она сейчас меняется и трансформируется, злоумышленники действуют значительно более интенсивными темпами, чем правоохранители, как всегда, но тема она остается серьезной сейчас все борются все страны создают некие лазерные пушки борьбы с беспилотниками которые производят атаки в аэропортах на воздушные суда ровно так же беспилотники могут разрушать конструкции и сооружения мосты туннели и это конечно серьезно кроме того устанавливается оборудование позволяющее блокировать работу транспортной связи например пираты тема тоже очень интересная таким образом они захватывают гражданские суда в африканском побережье на африканском побережье все очень просто идет ваше гражданское судно это либо сухогруз либо танкер на борту находится всего несколько человек экипажа террористы или злоумышленники как их лучше назвать они путем фактически детского оборудования как от игрушек блокируют работу GPS систем сухогруза подходят на своих джонках лачонках захватывают экипаж танкер продают нефть и хорошо живут припеваючи бороться с этим очень тяжело потому что защищенности система транспорта от незаконного несанкционированного вмешательства их недостаточно много значит что мы можем посмотреть и увидеть из новшеств связанных с развитием пассажирских перевозок до этого мы все говорили прогрузы но прежде всего в ЕС разработана система единого билета на все виды транспорта тема очень интересная ее можно с разных сторон поднять министр транспорта Никифоров пытался этим заниматься в Татарстане хотя и не совсем в этом срезе но по крайней мере начинал то движение которое в ЕС было сделано то есть сначала собрать весь муниципальный транспорт в единую систему расписания и покупки билета дальше уже региональный транспорт присоединить к муниципальному после этого вы присоединяете международные перевозки и таким образом все виды транспорта у вас у пассажира в одном листе то есть опять же вспоминая про вашу систему которую я говорила торговлю билетами на авиаперевозки можно сделать такую же GDS и она фактически сделана уже в ЕС сконструирована позволяющая выбрать пассажиру не только направление движения цену и время путешествия но и вид транспорта в чем тут преимущество что сейчас допустим вы можете купить такой билет в мировом срезе скажем так глобально только на самолет то есть вам железнодорожные компании не смогут продать альтернативный билет зачем нужен единый билет вы скажете ладно мы пойдем и купим в стыковку билет на железнодорожный транспорт и дальше на автобус и никаких проблем не будет а что будет если опоздает железная дорога тогда у вас никто не несет ответственность что вы опоздали на самолет а здесь компании договариваются о том что если кто-то один опаздывает то он несет риски это единый договор перевозки на разные виды транспорта здесь как бы эта система не столь проста как может показаться на первый взгляд потому что вовлечены прежде всего компании разных стран движение осуществляется по территории разных стран и опоздание и риски оценки страхования то есть это нетривиальный договор который на сегодняшний момент фактически уже завершается и это не секрет уже это объявлено что такая GDS она будет создана практически создана уже у меня даже есть все презентации компания Amadeus один из глобальных дистрибьюторов авиабилетов в сочетании с компанией Mastercard которая расширяет платежную часть этой системы ну вот они уже фактически на финальной фазе презентации этого проекта то есть скоро вы сможете выбирать поездку по крайней мере в ЕС и на сопредельных странах путем нажатия кнопки мыши и брать автобус из центра Кельна дальше перемещаться в аэропорт после этого выбирать вы на автобусе между городами путешествовать или на железнодорожном транспорте закупать себе авиаперевозку и двигаться весело и энергично для чего это делается не только для удобства пассажира но для того чтобы снизить цену то есть мы с вами видим что авиатранспорт это из-за того что есть такое сочетание и конкурентная среда при продаже билетов то есть да пассажир может подождать да он может воспользоваться лоукостером но тогда и лакшери сегмент он вынужден снижать цену для пассажира но зато автомобильные перевозки то есть автобусы железнодорожные пока еще не находятся в конкурентной среде и если это конкурентное преимущество между самолетом например и железной дорогой начнет действовать то и те и другие перевозчики для привлечения пассажира будут вынуждены так или иначе свою цену регулировать что мы можем сделать в этом в нашей стране ну конечно нам на руку играет то что произошел брексит все стратегии в ес они сконцентрированы в великобритании и поэтому а в остальных странах тактики и поэтому когда великобритания отделяется уже имперские размах всех европейских стран он несколько нивелируется ввиду отсутствия стратегической мысли и что самое главное что бюрократические процедуры требующие согласования создания страхования защиты персональных данных согласованных с каждой страной и порядка их передачи смею отметить это очень важная тема а вот они несколько затормозились и поэтому у нас сейчас с вами есть реальный шанс и у вас присутствующих в этой аудитории поучаствовать в создании собственного ресурса а и некая импортозамещающий продукт выбросить на рынок для российской действительности что российская джидис к сожалению пока эта идея не поддержал ростуризм они все говорят о создании импортозамещающий российской джидис для авиатранспорта по аналогии с имеющимися но если они сумеют уговорить ржд и по крайней мере сделать для авиационного и железнодорожного транспорта то так или иначе автобусы и троллейбусы и трамваи мы к этим системам присоединим и поэтому все шансы есть что дальше эта система будет действовать в дружественных нам странах потому что многие пытаются и стремиться потеснить американских производителей на рынке айти технологий и конечно я не могу не остановиться на новых подходах городским транспортным системам что здесь на сегодняшний момент мы видим общую единую тенденцию что к определенному моменту личного транспорта не будет на городских улицах и уже это случится через 30-40 лет однозначно хотите вы или нет и сейчас это кажется несколько футуристичным как пример могу привести что в беседах с дипломатами 10 лет назад за чашкой чая когда мы обсуждали перспективы развития транспорта и говорили о неких драйвер лес cars connected cars это звучало как будто я рассказываю про полеты на марс и что не будет никогда беспилотных этих автомобилей а сегодня когда дипломаты получают машины это просто уже утилитарная вещь они получили машины и честно принесли мне ящик коньяка который проспорили сказали что извини тенденция была правильна мы просто ее не уловили в тот момент что сейчас любой автомобиль оборудован проактивным круиз-контролем какой-то стандартный посад volkswagen он уже позволяет включить проактивный круиз-контроль и будет вам на трассе держать скорость расстояние до автомобиля впереди идущего обгонять его без участия водителя самое главное но ездили же все на этом машина на этих автомобилях еще нет но это самые простые модели простой комплектации просто они это не является какой-то супер опций автоматическая параллельная парковка наверняка уже во всех ваших автомобилях есть нет еще нет нет весь мир развивается я почему автопром наш не будет же отставать мы впереди планеты все и будем двигаться просто история какая что для того чтобы развивать вот эти опции в автомобилях не требуется ни интернета никаких дополнительных инфраструктурных особенностей это лишь те устройства которые находятся на борту имеющегося у вас транспортного средства здесь есть очень много этических проблем сейчас на площадке он век он в жене работает по 14 или 16 если мне не изменяет память рабочих групп которые обсуждают каким образом connected cars и driverless cars будут интегрированы и запущены на как бы движение автотранспорта стандартные значит чем тут затык и основа а прежде всего это то что правила дорожного движения которые согласно конвенции он требует от водителя всегда иметь возможность управлять транспортным средством на сегодняшний момент мировое сообщество признало что половина современных автомобилей приводит к тому и те опции которые есть что водитель не всегда может управлять транспортным средством а именно требуется время чтобы отключить некие системы для того чтобы автомобиль стал подчиняться управлению водителя но например у вас машина начинает вы считаете и видите по дорожной ситуации что она автоматически при тормаживании приведет к дорожно-транспортному происшествию вам нужно чтобы она наоборот ускорилась и вот между тем моментом когда вы приняли решение чтобы автомобиль ускорился и тем решением которые требуют к тому чтобы автомобиль как бы затормозил или ускорил вас пройдет порядка 3-4 секунд и за это произойдет возможно дтп с очень серьезными последствиями кроме того есть вопросы страхования рисков и ответственности всех сторон участвующих в дорожном движении есть этические проблемы каким образом этот автомобиль роботизированный фактически будет принимать решение о том кто пострадает в этом дтп то есть всегда есть некий выбор водителя спасать там пешехода или самого себя пассажира или самого себя вот как будет вести себя робот в какой ситуации то что будет основой настройки и это конечно большая проблема то есть кого будет ваш автомобиль спасать вас как хозяин автомобиля или идущего пешехода это тоже проблем много не говоря же про технологические технические особенности то есть на каких частотах будут работать и связываться друг с другом автомобили водители системы как будут обмен датчиками происходить эти темы все ведутся таким образом фактически все условия для того чтобы были созданы современные виды транспорта в городе они есть и сегодня вы видите что ваш смартфон позволяет увидеть расписание движения транспорта это практически есть вы можете выбрать любой дешевое такси и вызвать конкретные точки показав свою геолокацию на карте для водителя вы можете следить за тем за тем как этот автомобиль движется к вам таким образом интеграция всех систем которые сейчас в городском хозяйстве действуют вплоть до открытия дверей и расположение мониторов внутри подъездов что и куда приближается оптимальные максимально оптимальные стыковки они приведут к тому что не требуется личный автомобиль в городе то есть вы можете вызвать любой транспорт в то место которое вам нужно или воспользоваться в зависимости от цены которые есть имеющимся видом транспорта и таким образом это не всегда легко преодолеть психологически изначально но сама привычка использована тех транспортных городских систем она приводит к тому что просто он не нужен ваши налоги сама цена и инвестиции в приобретении нового транспортного средства она уже превышает ту перспективу которая будет возникать от обладанием просто это не нужно если у вас и так все хорошо движется вы мне скажете а как же мы вот из магазина повезем покупки ну такой резонный вопрос пошли мы вашан купили много чего вместо того чтобы воду загрузить его автомобиль как мы будем ехать вызывать это все сложно но здесь мы видим что мировая мысль она и здесь движется например создан чемодан робот привязанный к вам уже в продаже он есть стоит порядка 250 евро вы привязываете этот чемодан к айфону он движется за вами как собака по аэропорту он грузится вы следите где он лежит в багажном отделении он вам пока что он не вскрыт там есть система от вандального вскрытия то есть фактически уже есть все игрушки которые позволяют достаточно комфортно решить все имеющиеся у вас задачи поэтому я предлагаю двигаться студенческой мысли инженерный направлении создания некого единого сервиса по доставке грузов почты и пассажиров беспилотным транспортом что когда во всем мире мы будем наблюдать тенденцию соединение этих систем с общей системой транспортные работы транспортные системы то мы будем готовы и самое главное предложим нашу альтернативную технологию значит что мы видим как основной тренд развития транспорта прежде всего что все ученые сейчас ищут и анонсируют некие абсолютно новые варианты на их взгляд транспорт например вакуумный поезд вакуумная почта нам всем с вами известно она была в начале прошлого века вполне развита на ряде предприятий она до сих пор работает я была на предприятиях в европе но все предлагают что вот вакуумный поезд будет спасать нас в отличие от высокоскоростного железнодорожного движения тех технологий которые сейчас есть они будут нас как бы спасать кроме того создано новое поколение дирижаблей который позволяет в условиях незагруженности воздушного пространства просто есть труднодоступные территории в ряде страны они есть в россии в канаде организовывать доставку грузов дирижаблями это совершенно новое поколение двигателей дирижаблей которые движутся контролируемым образом дистанционным управлением единственное что есть вещи которые еще не до конца продуманы потому что даже некоторые ученые вот на презентациях про эти дирижабли задают странные вопросы про маховики как будут менять ремни тяги если вдруг он сломается в пути но я думаю что все технические задачи будут решены и это не будет сдерживающим фактором кроме того существует разного рода автономный транспорт работающих на энергии ветра энергии солнца в частности это дорогостоящие яхты которые на сегодняшний момент если яхта 200 метров и больше они вообще абсолютно автономный комплекс который может идти в море это собственное производство воды собственное производство энергии сочетание энергии ветра с энергией солнца приливные электростанции то есть фактически такие транспортные средства уже созданы и работают кроме того как общая тенденция есть объединение сервисов инфраструктур разных видов может быть это прошло у вас незамеченным но почта россии например теряет своих клиентов несмотря на рост заработной платы ее руководство хотя бы за счет того что транспортная компания мир московский метрополитен теперь принимает почтовые отправления посылки и отправляет их разным видом транспорта по ценам ниже почты россии и в пунктах метро как бы забытых вещей информационных центров это уже открыто как сервис то есть использовать все возможности себя как транспортников сочетая разного рода вида услуги поэтому благодаря вас за внимание готова ответить на ваш вопрос как вы считаете способствует ли данная транспортная модернизация в улучшении взаимополитических отношений россии и его союз ох это вопрос хороший честно говоря у транспортников россии и евросоюза нет политических разногласий потому что мы работаем каждый день если вы заметили что ни в какие списки черные транспортники не входит это наш общий политик мы проводили ряд консультаций вот энергетики входят на рту кайкунина как вариант входил но это связано не с тем что он транспортника с другими вопросами будет ли улучшаться отношения ну не знаю наверное потому что транспорт это не зависит даже от модернизации просто сам транспорт это то что нас связует как бы те мосты которые есть что если мы все будем работать как бы футуристы транспорта считают что к 2070 году все континенты будут соединены неким туннелем по которому будет двигаться единая транспортная система то есть морской транспорт уйдет небытие практически и будет опять же фидерной довозкой сделать и будет вот по этим туннелям двигаться вот какой транспорт будет двигаться железнодорожный пульмановский вакуумные никто не знает то есть вот что это будет возможно мы к 70-му году получим киты новые технологии которые позволят вообще не делать все эти туннели двигаться как-то по-другому силе мысли такое тоже возможно конечно хоть и слабо вероятно но насчет улучшение с евросоюзом не знаю наверное да